Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Недавно мы вернулись из большого путешествия по Мексике. Три недели мы колесили по этой прекрасной стране и, конечно же, привезли вам много интересных мексиканских блюд. И начнем мы с самого распространенного... Вообще мексиканская кухня это отдельная тема, там есть о чем рассказать и я это сделаю. А начнем мы с самого распространенного блюда, с уличной еды, простейшей, с такоса. В Мексике такосы или тако, как их называют мексиканцы, мы привыкли называть такос, а мексиканцы называют тако. Готовят абсолютно со всем, с мясом, с шаурмой, с фреш-чериза. Это как бы такие свежие колбаски-чериза, это мексиканская кухня. У нас, кстати, на канале есть видео о приготовлении фреш-чериза. С овощами, с гуакамоле. Мы сегодня приготовим с мясом традиционно именно так такосы с мясом подают на улицах Мехико и других городов Мексики. Давайте начнем. Для приготовления вкуснейшего мексиканского блюда нам понадобится, конечно же, мясо. Можно использовать любое мясо. Главное иметь возможность, то есть можно биточную часть. Из разного готовят на улицах. Мы используем ошеек. Мясо необходимо подморозить для того, чтобы его очень тоненько нарезать. Также нам понадобится лайм. Обязательная составляющая. С лаймом в Мексике едят все. Лук, петрушка, ананас. И, конечно же, тортилья. Традиционная мексиканская лепешка, которая является основой этого блюда, да и многих других блюд буррито, допустим, тоже в тортилью заворачивается. Традиционно в Мексике тортилью готовят сугубо из кукурузной муки. Или из маисовой муки. Мы немножко адаптируем. Кукурузная лепешка несколько специфическая. Мы немножко адаптируем рецептуру, чтобы вы прочувствовали вкус и колорит Мексики. Но при этом, ну вот, не всем нравится сугубо кукурузная лепешка в общем и целом. Поэтому используем 50% кукурузной муки и 50% обычной нашей пшеничной муки. Также нам понадобится оливковое масло, водичка, это все для теста, и соль. Друзья, как обычно, ссылочку на текстовый пошаговый рецепт вы найдете в описании ролика. А мы с вами начнем с приготовления именно тортильи. А мясо положим пока в морозильник, да, чтобы оно еще подморозило. Смешиваем оба вида муки. И смотрите, если вы уже путешествовали по Мексике, и вам понадобились, вернее, конечно же, мукой надо засыпать все. В этом я не отступаю от своих традиций. Так вот, если вы путешествовали по Мексике, и вам понравились тортильи именно кукурузные, можете не добавлять пшеничную муку. Добавляем сюда соль и хорошенько перемешиваем. Начинаем вводить теплую воду. И размешиваем тесто. Вода, кстати, должна быть именно горячая. Не теплая, а горячая. Далее, друзья, начинаем вымешивать тесто. Видели бы вы, как делают это мексиканские женщины. Конечно, они делают не такие объемы. Там объемы огромные. И даже есть специальное приспособление для того, чтобы делать тортильи, состоящие из двух досточек. Но у меня такого приспособления нет. Поэтому сегодня будем делать все вручную. А вот мексиканские женщины меня разочаровали. Я ожидал увидеть красивых длинноногих с большим бюстом метисок. А оказалось, что мексиканские женщины, ну, не все, конечно, но с такой добротной фигурой, невысокого роста. Но зато мексиканцы очень милые люди. Настолько приятная страна, с приятными людьми, настолько доброжелательными. Все эти пугалки, которые рассказывают, что в Мексике опасно, это полнейшая чушь. Посмотрите наше видео о нашем путешествии, и вы убедитесь в этом. А я пока буду замешивать крутое-крутое тесто. На том этапе, когда мы вымесили практически всю муку, отправляем сюда столовую ложечку оливыча. И продолжаем вымешивать. Надо долго это делать, минуты 3-4, как минимум, до полной однородности. В результате должно получиться вот такое вот, буквально, пластилиновое тесто. Очень крутое, но при этом очень пластичное. Оно реально как пластилин. Из него можно лепить какие-нибудь фигурки Деда Мороза, например. Заворачиваем. Сейчас еще что-нибудь разобью. Заворачиваем в стрейч-пленку. И оставляем отдохнуть при комнатной температуре минут на 30. Вот такой вот у нас колобочек. После того, как тесто расстоялось, незамедлительно продолжаем продолжать. Нам надо сформировать сами лепешечки тортильи. Для этого отрываем кусочек теста. Сворачиваем в колобочек. И вот мексиканцы делают это двумя способами. Один способ с помощью клеенки. А второй способ с помощью специальной издосточек. Тесточек такой приспособы. Нам надо очень тоненькие лепешечки. И, конечно же, они должны быть ровненькие. У меня ровненькие не получатся. Поэтому я их буду еще обрезать. Дело в том, что когда вот этот шарик придавливается дощечкой, то она изначально по умолчанию получается более-менее ровненькая. Вот как-то так. Толщиной она меньше миллиметра. Для того, чтобы у меня были тортильи красивые, я их вот так вот чик. Ну, чтобы они ровненькие были. Хотя не очень-то и ровненько получается. Ну, не суть. Главное, что нормальная тортилья. Перекладываю их на какую-нибудь поверхность. И накрываю чем-нибудь, чтобы они не обветривались. Потому что тонкое тесто очень быстро заветрится. И мы его не успеем приготовить. Аналогично действую дальше. Люблю эти мучные заморочки. Реально от всего сердца. Особенно люблю всю кухню мукой. Как это будет сказать правильно? Не испачкать. Это же мы не пачкаем кухню. В общем, для того, чтобы что-то из муки получилось вкусное, в муке должно быть абсолютно все вокруг. Главное, это передник повара. И все в радиусе. Как минимум, там, двух метров в вашей кухне. У меня не было подходящего размера какой-нибудь пиалки с острыми краями. Так, чтобы можно было выдавливать. Поэтому я вот таким вот образом извращаюсь. Если знаете лучший метод, напишите в комментах. В следующий раз и я. Вдруг вы уже такосы готовите 100-500 лет, а я тут изобретаю велосипед. Конечно, края мне не нравятся, как получается у этой лепешки. Какие-то неопрятные, рваные. Складываем ее под салфеточку. Опять немножко муки. И таким образом продолжаем продолжать. Буду все это делать за кадром, пока не налеплю нужное количество тортильи. У меня сегодня гости приедут на такосы. Поэтому я неспроста их готовлю. После Мексики хочу похвастаться перед друзьями вкусной мексиканской кухней. Итак, друзья, я отключаюсь и вернусь к вам, когда все тортильи будут налеплены. Горка тортильи росла и увеличивалась в размере. А Лариса мне подсказала вот такой вот лайфхак. Для обрезки использовать нож для пиццы. Теперь получается тортилья значительно ровнее. И, как говорят у нас в народе, покрасивше будет. Ну вот, примерно вот так вот. Друзья, заканчиваем с налеплением тортильи. Налепили так нормально и будем продолжать. Помещаем сковородку на комфорку. Средний огонь, такой даже ниже среднего. И на сухой сковороде обжариваем наши тортильи. Я приготовил тарелку, на которую буду складывать. Конечно же, в Мексике это делают на огромной поверхности. Но это точно так же, вот как плоский гриль, такая поверхность, как сковородка. И совершенно сухая. Обжариваем в течение минуты с одной стороны. Затем переворачиваем тортилью на противоположную сторону. И также в течение минуты обжариваем с противоположной стороны. Я совершил ошибку, не отрусил с лепешки муку. Перед помещением на сковороду лучше муку отрушивать. Готовые тортильи перемещаем на тарелочку. Сбрызгиваем из пульвера водичкой. И накрываем полотенцем. И точно таким же образом обжариваем все остальные. Минуту с одной стороны, минуту с другой стороны. На тарелку сбрызнули водой. И до полного удовлетворения. Которая наступает после того, как мы нажарили вот такую вот стопочку тортильей. Можем приступить к приготовлению такосов. Если вы нажарили тортильи впрок, то помещаете их в полиэтиленовый пакет и храните в холодильнике. То есть их можно использовать для такосов в течение, я думаю, как минимум недели. Итак, друзья, продолжим. Далее проводим некоторые подготовительные работы. Часть из которых мы провели за кадром. Подмороженный ошеек мы нарезали вот такими вот тоненькими-тоненькими слайсиками. Также нам необходимо порезать лук. Просто мелко накрошить. Он добавляется как приправа в такосы и предлагается, как сказать, как опция. То есть стоит в закусочной всегда тарелка с нарезанным луком. И человек, который готовит вам такосы, задает вам вопрос. Хотите вы с луком или без оного? Точно так же мелко необходимо покрошить петрушку. С петрушкой в мексиканских закусочных также стоит специальная емкость, из которой повар насыпает вам по желанию петрушку непосредственно в готовые такосы. Я покажу, как это происходит. Для начала мелко порубим ее. Ананас нарежем тоненькими слайсиками. Он также в этой закуске по желанию. Но с ананасом мне очень нравится. Поэтому считаю, что он здесь просто необходим. Вообще мексиканцы любители невменяемых сочетаний вкусов. Допустим, представьте, пиво они пьют с красным перцем чили. Мороженое едят с кетчупом и с красным перцем чили. Мы один раз попробовали, честно говоря, удовольствие еще то мороженое с перцем чили. Далее переходим к плите. На разогретую сковородку наливаем совершенно чуть-чуть растительного масла. Все это делается, ну я если не на рукожоплю, я буду не я. Все это делается на плоском гриле. Но у нас такого гриля нету, поэтому используем сковородку. И обжариваем наши тоненькие слайсики. Как же их туда переместить? Конечно, мексиканцы нарезают слайсики значительно лучше, чем это сделал я. Не хотел, если честно, позориться, поэтому сделал это за кадром. У них это вот целые такие кусочки. Ошейка или беточка. Прям вот во всю плоскость. У меня получились такие не очень красивые. Ну и ладно, на вкус это никак не повлияет. Все равно мы их будем измельчать. Так как мясо очень тонкое, то обжарка занимает ну очень мало времени. В Мексике это все готовят прямо у вас на глазах. Повар кладет вот целый кусочек, обжаривает его буквально полминуты с одной стороны, посыпает солью с перцем, переворачивает на другую сторону. Еще полминуты и все готово. Вот таким вот образом. Переносим первую порцию в какую-нибудь емкость и точно так же приготовим все остальное. Далее нам необходимо мясную начинку мелко накрошить. Мексиканские повара делают это с помощью шпателя и ножа прямо на гриле. У меня шпателя нету, да и гриля нету. Вот как-то я буду так извращаться, чтобы его меленько нарезать. Возвращаем нашу мясную начинку для такоса на сковороду. Как я уже говорил, в Мексике повар все это делает на гриле. Прямо на гриле поджаренное мясо нарезает, после этого кладет на гриль. У меня возможности сюда выложить все тортильи нету, поэтому я буду делать это по очереди. Как кладет на гриль нужное количество тортильи, обычно на порцию такоса идет или 4, или 5 штучек. Нам важно, чтобы тортильи немножко впитали, разогрелись и немножко впитали жирок. После этого все это перекладывается на сервировочную досточку. И прям вот сюда вот порцию мясной начинки. Дальше все зависит от жадности вашего повара. Побольше или поменьше он начинки положит вам в такосы. Обычно, когда мексиканцы видят иностранцев, в силу своей доброжелательности, ну вот я даже наблюдал, нам всегда делали самые жирные такосы значительно жирнее тех, которые были у местных на тарелках. Это всегда очень приятно. Ну точно так же, друзья, сформируем всю нашу красоту. После этого каждая порция такоса заправляется резаным луком, зеленью и несколькими дольками ананаса. Вот так вот. Обязательно, обязательно, просто обязательно несколько долек лайма. Без лайма это блюдо не будет вкусным и по-настоящему отражать мексиканские традиции. Вы скажете, мясо сбрызгивать кислым соком лайма? Я вам скажу, ребят, попробуйте. Это реально очень круто. Вот так бы вы получили порцию такосов, если бы заказали их где-нибудь в Мехико, в Гуанухуата или в любом другом мексиканском городке или населенном пункте. А дальше включаем воображение. Жаркое мексиканское солнце нещадно палит. В декабре в Мехико температура плюс 20, а на юге плюс 30-35. При этом сезон дождей закончился, и погода сухая, и очень приятная. Сбрызгиваем такос соком лайма, вот так вот зажимаем и наслаждаемся. И поверьте, это божественно вкусно. Это просто очень вкусно. Сочетание вот этого вот кукурузного, кукурузной лепешки, кукурузного хлеба, свежепожаренного мяса с луком, с соком лимона и с петрушкой, это нечто, я вам передать не могу. Но если вы были в Мексике, вы знаете, если не были, обязательно попробуйте. Это реально кусочек Мексики. Это самое традиционное мексиканское блюдо. Оно продается, как я уже говорил, на каждом углу, начиная от ресторанов, фастфудов. То есть есть рестораны реально такосные, там где огромный, огромный выбор такосов с разными начинками. Есть просто фастфуды. Есть тележки, которые стоят на улице, там где самые бедные мексиканцы завтракают. У них нет традиции готовить себе завтрак, так как у европейцев. Они все, мне кажется, вообще мексиканцы едят на ходу. Красота. Поэтому, друзья, запаситесь в ближайшем супермаркете бутылочкой текилы или мексиканского пива Корона. Кстати, пиво очень классное. Я не знаю, как у нас, я у нас его никогда не пил, но в Мексике оно классное, легенькое такое. В жару то, что надо. Приготовьте себе порцию такосов и прочувствуйте вкус Мексики. Если будет скучно, включите наши видосики о нашем путешествии по Мексике. Блюдо очень достойное, и его, я считаю, попробовать просто обязательно. Напишите в комментах, понравились вам такосы или не очень. Ну, мне кажется, что очень понравится, потому что всем нравится. Ну вот, я не видел ни одного человека, которого мексиканская кухня оставляла равнодушной. И меня, как вы поняли, в том числе, она равнодушным не оставила. Друзья, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. А мы с Ларисой готовим для вас сыры, колбасы, домашний алкоголь, а иногда что-нибудь национальное. Всего доброго, пока.